привет 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 как твои дела надеюсь что у тебя все хорошо сегодня я тебе покажу свои рюкзаки сумку и чемодан и немножечко расскажу о них давай мы с тобой начнем с рюкзака с которым я хожу сейчас это вот такой вот рюкзак от компании сяоми хожу я с ним уже больше года больше года и он до сих пор выглядит прям вот прям прекрасно то есть этот рюкзак был со мной на Эльбрусе я ездил с ним в ноябре в Таиланд и с ним все прекрасно вот эта часть у него выполнена из такого материала он чем-то похож на искусственную кожу то есть в чем прелесть этого материала он не протирается не пачкается максимально практичный боковые части тут из хорошей плотной синтетики за все время использования не было никаких нареканий ни к ни к каким-либо швам то есть он прям очень хорошо сделан хорошие мягкие лямки и они сделаны из такого материала который который не перекрывает воздухообмен то есть даже летом если с ним ходить до спине ну не вот прям совсем не жарко но лучше чем с другими рюкзаками и задняя вот эта часть она также выполнена из этого материала воздухопроводящего ну зачем вот эта вот часть я тебе покажу чуть попозже здесь есть два боковых кармана вот эта молния выполнена таким образом что когда она закрывается она становится водонепроницаемой проверено уже несколько раз ходил под дождем ничего вот все что лежит в этом кармане остается сухим да и в целом он если прям совсем совсем его сильно не намочить он достаточно хорошими вот отталкивающими свойствами обладает у него два больших отделения вот это отделение предназначено для планшета и ноутбука а второе отделение для всего остального здесь внутри также очень много кармашков то есть он прям вот очень удобный в нем есть все что мне необходимо он прочный он практичный долговечный поэтому вот если даже с этим рюкзаком у меня что-то случится скорее всего я куплю такой же вот следующий следующий рюкзак который у меня был до этого вот такой вот рюкзак компании белобонг мне понравилось у него вот сочетание вот такого серого цвета и бирюзовой молнии ну и вот здесь вот у него тоже вот эти вот треугольнички они прям в общем не знаю мне очень понравилась расцветка ну с этим рюкзаком это вообще был первый мой рюкзак я до этого с рюкзаками не ходил это был первый рюкзак и теперь я наверное постоянно буду только с рюкзаками потому что это крайне удобно но и не заняты вместительные одни плюсы вот этот рюкзак у меня сейчас остался для поездок то есть если куда-нибудь ехать ну не знаю там например в Таиланд я его брал уже два раза чем он удобен он достаточно вместительный то есть перед тем как идти на пляж в него кладется полотенце сухие трусы сухие шорты и пакет ну и соответственно как бы на мне футболка и плавательные шорты после того как я накупался если есть душ то как бы я принимаю душ в нем переодеваюсь если нет то просто можно купить бутылку воды ну смыть из себя соль после этого я переодеваюсь и в пакет складываю мокрые мокрые собственно шорты плавательные и мокрое полотенце и получается рюкзак остается сухой красота вот здесь внутри ну как я уже говорил здесь только одно отделение но оно очень большое то есть он прям действительно вместительный а немножечко неудобно мне было то что здесь ну все что вот сюда положишь оно как-то все вместе здесь есть конечно внутри карман но все равно не очень удобно то есть лучше все таки когда есть два отделения он выполнен из прочного материала вот здесь вот изнутри можно увидеть то что он на такой на плеенчатой основе то есть тоже материал достаточно хорошо отталкивает влагу и довольно таки долго не промокает под дождем то есть до того как я вот этот рюкзак начал использовать в путешествиях у меня была вот такая вот вот такая вот сумка то есть ну она для чего нужна когда куда-нибудь идешь в Таиланде например в том же самом если в шорты положить ключ от номера телефон деньги копию паспорта что-нибудь еще то все шорты не выдержит то есть ну в карманах все это носить неудобно а вот в такой небольшой сумке удобно то есть как раз телефон денежка ключ от номера это удобная небольшая сумка с такими вот декоративными вставочками из искусственной кожи тоже плотный синтетический материал как и как это жёсткое прям в чисто как Кармашек для телефона И кармашек на полный Как раз для девочек Давно уже этой сумкой Не пользовался Но она мне просто нравится Чисто внешне, поэтому Пусть лежит Когда-нибудь пригодится Да, еще Еще у меня Есть рюкзак Вот такой вот рюкзак Это, если кто помнит С сайта Что-то такое Мне его прислали Бесплатно для обзора Но он пока лежит, ждет Но он вроде как тоже неплохо сделан Он довольно-таки большой По объему Вот здесь вот искусственная кожа снизу Чтобы его можно было ставить Ну и не бояться, что там Спачкается или намокнет Или что-то еще И внутри Он прям Он очень объемный Он Не знаю, мне кажется В него вполне можно Не знаю, вещей на неделю положить То есть, ну, может быть Куда-нибудь Если я вдруг поеду В не очень далекую поездку То вполне можно Вместо чемодана взять Будет вот этот рюкзак Ну, не знаю Посмотрим Пригодится Я думаю, что Пригодится он мне Дальше У меня есть вот такая вот Маленькая сумочка Это для фотоаппарата То есть фотоаппарат Когда я беру с собой Но он у меня Бисеркальный Поэтому он не очень большой Поэтому и сумочка Не очень большая А вот здесь вот у него Была еще Ну, такой ремень На плечо Но он мне не нужен Потому что Ну, по сути Цель Вообще Вот этой сумки Это чтобы фотоаппарат Не поломался Лежа в рюкзаке То есть здесь он прижимается Внутри И не болтается И с ним ничего не случится Потому что Вот этот футлярчик Он достаточно жесткий Упругий Но у него вообще жесткая И вот То есть Вот эта вот сумочка Специально под фотоаппарат Здесь по бокам Два кармашка Маленьких И внутри И внутри Основное отделение Оно Сейчас покажу Вот То есть сюда фотоаппарат Вот эта петелька Затягивается И фотоаппарат Надежно Фиксируется Внутри Также здесь Кармашек Кармашек В кармашке у меня Запасной аккумулятор Для фотоаппарата И вот здесь Вот еще один Кармашек И здесь Вот такая вот Мягкая тряпочка Для протирки объектива И специально Вот такое Карандаш Линз Пэна Называется Это для того Чтобы чистить С линзы Загрязнения Ну раз уж Достал Покажу Вот с этой стороны У него Кисточка Просто удалить Какие-то крупные Частички С объектива А вот здесь Вот Специальный Графитовый Наконечник Он не оставляет Следов на стекле Но при этом Очень хорошо Собирает всю пыль Даже самые мелкие Пылинки Вот На всякий случай Полезно его с собой Брать Он небольшой По размеру Вот Так И что еще Еще А у нас Остался Чемодан Сейчас я тебе Покажу Свой чемодан Так Вот он Мой чемодан В чем Кромко Да Получилось В чем Огромный плюс Этого чемодана Он Был очень Недорогой Я его Очень давно Купил В Таиланде И он Мне уже Слушает Очень Очень Много Поездок То есть Он Он легкий Он выполнен Из очень Хороших Материалов То есть Он Вот Сколько Я с ним езжу Вот это Единственное Что с ним Случилось Ну Где-то Видите Мы во время Погрузки Разгрузки Ободрали мне Чуть-чуть Краешек Но Вот эти Все Основные Части Вот эти Все Что может Протираться Везде Идет Вот такая Пластиковая Вставочка Чтобы Эти Углы Дольше Служили Колеса Мягкие Резиновые Колеса Ну И Не очень Чистые Но Все-таки Они Путешествовали Поэтому Не очень Чистые Вот Все Ручки Прочные Внутри Одно Большое Отделение Снаружи Карман Такой Тоже На молнии Большой Достаточно И Сам Чемодан У него Под Вот этим Материалом Идет Ну Я так понимаю Что там Пластиковый Корпус Пластиковый Каркас То есть Это Не жесткий Пластик Он Достаточно Упругий Но при этом Крепкий То есть Сколько Я всего Перевозил В этом Чемодане Ничего У меня Ни разу Не разбилось Не помялось Не поломалось Ничего То есть Он Прям Служит Служит Верой Правды Вот Вот Здесь Кодовый Замочек На который Можно Закрыть Основной Отдел Но На самом Деле Я этот Замочек Использую Только для Того Что Почему Я закрываю На него Это Чтобы Он Где Нибудь Нечаянно Не Открылся Но Потому Что Замочек Сами Понимаете Тут Как бы Посильнее Дерни И все Вот На нем Стоит Совершенно Простой Пароль 1 2 3 А нет 3 2 1 3 2 1 Да Вот То есть Используется Исключительно Для того Чтобы Он Нечаянно Не Открылся Вот Мой Чемодан Ну и В общем-то На этом Все Я тебе Все Показал У меня Был Старый Чемодан Но Он Соответственно Давно-давно Я его Выкинул Купил Новый Были Сумки Такие На плечо Сумки Были Разные С разными Сумками Я ходил Вот Это То Что У меня На данный Момент Я надеюсь Что тебе Понравилось Было Интересно Приходи Еще Я тебе Какие-нибудь Еще Покажу Штуки Которыми Я Пользуюсь В 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 Спасибо Что Пришел Всего Тебе Самого Самого Наилучшего Любви Добра И Удачи Peace Пока-пока 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 Пока-пока